Хоба, привет! С вами доктор Влад. Опять с утра. Собственно, у нас уже не утро, а у нас пол первого дня. Для меня показалось с утра, я встал поздно сегодня. Ну, насчёт Магнитогорска, мнения разделились. У меня вот на канале спорят люди, кто-то говорит, что это спецом сделано. Я придерживаюсь больше, я придерживаюсь мнения, где-то 30 на 70. Вот, моих 70, что просто развалилось само. Там, если бы кто-то чихнул погромче, оно бы без всяких взрывов развалилось. Ну, вот новости. Новогоднее обращение президента России получило немало отрицательных откликов в интернете. На странице «Россия-1» новогоднее обращение получило около 1000 лайков и более 4000 дизлайков. Вот, а значит, на первом канале 12000 лайков и 66000 дизлайков. Это при том, что по декабрьским данным ФЦИОМа, ну, это статистика, деятельность президента одобряет почти 65% россиян. А количество лайков легко накрутить с помощью кремлеботов. Да, это интересно, интересно. Основные претензии в том, что Путин подарил россиянам повышение пенсионного возраста, рост цен на бензин, тарифов, ЖКХ, ввел налоги на самозанятых. Путин поздравил россиян с Новым годом в 16-й раз. Ребят, что хотите, думайте, но мне кажется, это последний год Путина. Вот я и так, я когда вас поздравлял, вот вчера с Новым годом, да, обращение, я 19-й вообще, вот, лишь бы он пролетел, как говорится, да, вот в 20-м начнется уже, ну, чтобы вы встретили в новом, в новой стране, или в обновленной России, или вот как я в Америке, там, в Израиле, в Румынии, где угодно. Вот, ну, видите, как, видите, что творится. Тысячу лайков, это еще с накрутками, 12 тысяч, 4 тысячи дизлайков. Ну, в общем, один к четырем с учетом накруток. Русь Ада, статья Антона Ореха. Ну, смысл в чем? Значит, есть Рус Ада, да, и вот они до 31 декабря должны были предоставить все документы и так далее. И, в общем, они не предоставили. И концовка у него статьи «Весь наш спорт сейчас действительно нуждается в подарке от Деда Мороза или чудесах Санта-Клауса». Ну, Санта-Клаус уже улетел давным-давно, еще 21 декабря. Ребята, вы о чем? Вот, и, в общем, 25 декабря. Ну, все, со спортсменом, мне кажется, решено. Просто их не будут пускать на международные упражнения, соревнования. И глава УСАДа призвал немедленно лишить, лишить РУСАДа статуса. Все, вот уже, так сказать, дело решенное. В Магдагурсе извлеклись под завалов 9-го погибшего, ну, 9-го будет, 10-й, потому что там полно еще завалов страшные, конечно. Как все развалено, как вот все это как-то неопрятно, грязно, ужасно. Гражданин США Пол Уиллан, которого задержали в России из-за подозрений в шпионаже, приехал в Москву на свадьбу. Вот, ребят, я что-то говорю, я не собираюсь никуда в Россию вообще. Вот так на свадьбу приедешь, да, а тебя задержат. Почему его задержали? Раньше служил в морской пехоте. Ну, и что? Подозрения в шпионаже семья считает беспочвенными. Ну, вот арестовали мужика, примерно моего возраста, похожий. 40-летний житель Уфы скончался 31 декабря от травм, полученных в городском городсоком, вот пишут, а, отделе полиции. А кто удивится? Никто не удивится. Отлупили его, там он скончался, все. Мэр Москвы уволил директора парка Горького после обрушения пешеходного моста в новогоднюю ночь. Ну, кого-то надо стрелочника нашли, директора уволили. Ну, в общем, нужно ему что-то делать. В Киеве проходит фательное шестиво по случаю дня рождения Бандеры. Ребят, вот я не определился, мне тут многие поздравляют с днем рождения Бандеры, да я не определился. Я вообще не знаю, что это за человек, честно. Вот понятия не имею. Еще Батьку Махну как-то там я читал, там, «Хождение по мукам» и так далее. Читал я про Батьку Махну много. Вот. Про Батьку Лукашенко тоже читал. А вот кто такой Бандеры и чем он занимался, понятия не имею. Ну, хотите праздновать? Ну, празднуйте. Я тоже, я в Голландии не знаю, у них есть там какие-то национальные праздники, да? Вот для меня в Украине то же самое, что в Голландии, в этом смысле, да? Ну, был какой-то Бандеры, но это было очень давно, еще до моего рождения. Вот. И, ну, если хотите праздновать, ну, почему же не попраздновать? Вот. Народный герой. Ну, вот как-то так. Но я не присоединяюсь, потому что я не могу сказать ни да, ни нет. Всего хорошего, до свидания. В рот больше ничего нету, да? Ничего больше нету пока. На сегодняшний час. И, о, 110-летие со дня рождения Бандеры. Возвели на Украине, на Украине, да? В Украине возвели день рождения Бандеры в ранг официального праздника. Ну, и слава тебе, Господи. Пока, до свидания. С вами был доктор Влад. Редактор субтитров А.Семкин